МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...без всякого контроля. Все это потом приобрело соответствующие нужные цифры. И, видимо, это очень понравилось тем, кто организует выборы и тем, кто сегодня теряет свою политическую популярность, свои политические очки. Я говорю прежде всего про правящую партию. Я думаю, часть этих нововведений, часть этих послаблений предложено распространить в том числе и на общую избирательную кампанию, в данном случае включив в том числе и в положение 67-й федеральный закон об основной гарантии. Речь идет о трехдневном голосовании, то есть не только воскресенье, но и еще такое же распространенное в течение пятницы и субботы. Речь идет о голосовании вне избирательных участков, речь идет о существенном снижении возможности контроля со стороны оппозиционных партий, независимых наблюдателей. Поэтому мы будем, конечно, выступать категорически против подобного рода нововведений и понимаем, чем в нем все не обусловлено. Если говорить о повестке дня, сегодня ряд законопроектов будет рассмотрено в третьем чтении и во втором чтении. Если говорить о третьем чтении, будет рассмотрено два законопроекта, абсолютно лоббистских, на ваш взгляд. Первый – это законопроект, позволяющий строить РЖД, где она захочет и как захочет, не соблюдая ни градостроительное законодательство, ни экологическое законодательство, ни земельное законодательство. Точнее, во все соответствующие профильные федеральные законы вносятся соответствующие изменения, которые позволяют в данном случае нашим российским железным дорогам, корпорации практически не соблюдать общеустановленные и опробованные нормы. Городостроительные нормы, нормы проектирования, экологические нормы – все это преподносится под маркой быстрейшего создания неких магистральных направлений для перевозки грузов, для улучшения экономической ситуации. На наш взгляд, те риски, которые стоят за этим, абсолютно на наш взгляд, противозаконными действиями в части использования территорий общего пользования, в части изъятия силового и скоростного изъятия у физических и юридических лиц соответствующих земельных участков, в части несоблюдения экологического законодательства, все эти риски сегодня не могут быть перевешены некой экономической целесообразностью и разного рода разрешениями. Приблизительно такую же цель преследует законопроект, который наделяет или предлагает наделить Ростех, другую государственную корпорацию, полномочиями собственника по отношению к казенным государственным унитарным предприятиям. Все это, опять же, преподносится в рамках оптимизации, в рамках улучшения вот этих вот внутрикорпоративных связей и компетенций. На наш взгляд, это тоже несет за собой значительные риски в части возможных коррупционных механизмов. Ну и, естественно, вызывает наши опасения абсолютно лоббистский закон, связанный с возможностью размещения в 50 метрах от уреза воды соответствующих хранилищ для агрохимикатов. Я напомню, что мы выступали против принятия данного законопроекта в первом чтении. Мы говорили о рисках. Все это, якобы, преподносится, опять же, под маркой создания преференции или соответствующих условий для отечественного производителя, для отечественных портов. Но последние события, в том числе события в Туапсе, когда я напомнил, кстати, циклона соответствующего и природных явлений, произошло затопление, в том числе прибрежной полосы, изучение общественного мнения, изучение обстановки, которая сегодня складывается в наших портах, которые предполагаются для перевалки и для создания вот этих крупных хранилищ для агрохимикатов, не позволяет нам поддержать этот законопроект во втором чтении. Естественно, мы будем голосовать против, тоже к этому же самому призываем и наших коллег. Ну и, наконец, то, что касается ограничений, которые предполагается ввести для экскурсоводов, гидов, я напомню, что для осуществления этой деятельности предполагается, чтобы соответствующие лица имели не только профильное образование, но и соответствующую подготовку. Это, естественно, утяжелит возможность введения данного рода деятельности, данного рода бизнеса для большого количества наших граждан. Законопроект требует дополнительного обсуждения, в первом чтении мы его поддерживать не будем. Сегодня резко изменилась ситуация в экономике, а следовательно, нужно принимать ряд мер, которые бы нивелировали те отрицательные явления, которые вызваны коронавирусом и падением цены на нефть. Отсюда и все изменения. Вот сегодня у нас три законопроекта, изменения в налоговый и бюджетный кодекс Российской Федерации. Остановлюсь поподробнее на изменениях в бюджетный кодекс. Приниматься, как всегда, эти законопроекты принимаются в двух чтениях сразу, то есть первое чтение пройдено, это поправки, и второе и третье чтение за один день. Вот эта вот система принятия таких существенных законопроектов, значимых в том числе и для регионов, и для муниципалитетов, без всякого обсуждения, я считаю, что эта практика достаточно порочная, потому что мы напринимали столько законов изменений именно в бюджетный налоговый кодекс, которые сегодня не коррелируются с другими законами, уже действующими ранее, и, следовательно, вызывают серьезные проблемы. Ну вот, например, сегодня изменением бюджетный кодекс мы будем, значит, принимать хорошую достаточно норму, по которой есть государственная программа, комплексное развитие, это проект, комплексное развитие сельских территорий, и суть сегодняшнего изменения в том, что финансироваться из федерального бюджета эта комплексная программа будет точно так же, как финансируется национальный проект, то есть 95% это федеральное софинансирование, это достаточно хорошая норма для этой программы. Еще одну норму, которую бы я среди многих других отметила, это федеральная адресная инновационная программа и требования к этим программам, то есть они обязательно должны иметь проектно-сметную документацию, экспертизу, ценовой аудит и так далее, то есть все те меры, которые необходимы сегодня для того, чтобы начать строительство. Но есть еще и ложка дегтя среди, так скажем, небольшой бочки меда. Что это за ложка дегтя? А это изменения, касающиеся акцизов. Дело в том, что раньше акцизы фиксировались, их распределения между региональным и федеральным бюджетом. И эта цифра, процентное отношение было фиксировано. Сейчас все по-другому, сейчас для каждого региона рассчитали отдельный процент. Я уже посмотрела по регионам. Дело в том, что если мы будем распределять акцизы на средние дистилляты, то есть на топливо между регионами, то мы получим, что регионы, многие получат меньше акцизов, доходов от акцизов, чем они получили бы, например, в прошлом году. То есть это, я считаю, что непродуманный вариант вот таких изменений. Хотела бы отметить то, что ранее были приняты законы, и сегодня мы должны рассматривать их исполнение, правоприменительную практику. Ну, например, выплаты с 3 до 7 лет на детей. Все кажется нормально. Раструбили, так скажем, на весь свет, что эта норма действует. Давайте посмотрим, что на самом деле у нас получилось. А получилось вот что. Дело в том, что нормативный документ, который правительство Российской Федерации направило в регионы, предусматривает выплату семьям, имеющим трудоустройство. Это был первоначальный вариант. Потом этот вариант изменился, и все уже семьи могут получать эти средства на детей от 3 до 7 лет. Но ассигнования были направлены в регионы по первому варианту, и никто не знает теперь, что делать, потому что денег на выплаты остается только на июль. То есть регионы должны искать собственные средства на выплаты вот по этой позиции. Есть еще много существенных моментов. Например, мы разрешили регионам увеличивать государственный внутренний долг, увеличивать и заимствование, и, естественно, на дефицит бюджета. Но другие нормативные акты говорят о другом. То есть если регион воспользуется вот этой вот нормой, которую мы приняли, то он просто-напросто вылетает из второго этапа реструктуризации бюджетных кредитов. То есть что нужно делать? Если нужно исполнять свои расходы, не можешь исполнять свои расходы, значит урезай. То есть ситуация патовая, ножницы здесь одни, урезать расходы в регионах и муниципалитетах. Ситуация крайне неблагоприятна. И, естественно, мы требуем, чтобы все выпадающие доходы регионов от пандемии были закрыты из федерального бюджета. Тем более, что сегодня фонд национального благосостояния это позволяет. Мы сегодня должны быть ориентированы на спасение нашей экономики. И есть ряд наших предложений, нашей программы Коммунистической партии Российской Федерации. Однако правительство не прислушивается к нашим предложениям. Более того, мы сегодня имеем вопиющий факт просто беспрецедентного давления на одно из лучших предприятий в нашей стране совхоз имени Ленина. Поэтому мы считаем, что сегодня мы не можем гарантировать исполнение всех более-менее эффективных нормальных мер, потому что правительство, во-первых, не может позволить это сделать регионам, а во-вторых, правительство не поддерживает наиболее успешные предприятия. Поэтому мы говорим, руки прочь от совхоза имени Ленина. Руки прочь от Грудинина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова